Привет, дорогие читатели Equalife.ru, с вами Виктория Борисова, создательница и главный редактор журнала. Простите, пожалуйста, что я не предупреждала вас об этом прямом эфире, и да, параллельно я надеюсь сделать ролик на YouTube. Привет, YouTube! И сейчас расскажу, чем вызван мой такой порыв сесть и записать прямой эфир. И два момента меня побудило это сделать. Первое. Сейчас, в последнее время, мне это очень нравится, я очень счастлива, что в последнее время повысился интерес к системам содержания лошадей, в частности, к системам активных конюшен, к системам открытого содержания лошадей, вне конюшен в том числе. Также я вижу интерес к психологии лошадей, к поведению лошадей. На самом деле, действительно, конный мир России расцветает. Это меня очень-очень радует, потому что, наверное, в том числе и виной в этом пандемии, потому что многие специалисты, которые раньше вещали на какой-то свой локальный социум, сейчас вышли в онлайн, и мы их видим, и имеем возможность у них учиться в том числе. Вот. И почему я вышла в эфир, решила выйти в эфир, то есть первая мысль у меня была сначала написать про это, то есть в основном мы, если какие-то темы возникают интересные, в Эквилайф мы пишем статьи, и потом предлагаем вам их прочтению. И совершенно нечасто мы делаем прямые эфиры, там, или я делаю сторис, или я просто решила как-то принудительно сломать эту традицию, поэтому, sorry, если я сейчас буду там нервничать или еще что-то, я к этому эфиру не готовилась, я решила, что прямо надо. Что меня непосредственно побудило сделать эфир, я вчера услышала интересную историю в онлайн. Она была записана не вчера, просто мне она на глаза, на уши попалась вчера, и это история про то, что, простите, я буду смотреть в две камеры, если у меня глаза будут бегать. Это не потому, что у меня глаза бегают. Вот. И эту историю рассказала, если я не ошибаюсь, в одном из прямых эфиров Антонина Кумкова, они беседовали с оппонентом про активные конюшни, и она рассказывала пример, который ей рассказала одна немка, у которой есть активная конюшня, о том, что когда на эту конюшню привезли новую лошадь, наверное, просто настолько был такой вопиющий и интересный пример, что вот он меня прям побудил сесть и включить камеру. Вот. Когда в эту конюшню привезли новую лошадь, и это было, она продемонстрировала самое, пожалуй, странное поведение, которое когда-либо видела хозяйка этой конюшни. А в частности, после всех правил стабунивания в активных конюшнях, и я на своем курсе тоже их упоминаю, эти правила стабунивания, то есть, когда лошадь познакомилась и с табуном через ограждение, и табун познакомился с ней, когда ее выпустили на одну общую площадку, лошадь не отходила от места кормления, от кормовой точки, от места сена, не отходила ни на шаг, несмотря на то, что у нее было большое достаточно пространство впереди. И у этой лошади было действительно очень тяжелое прошлое. Практически с детства она только стояла в денеге, ее выводили в манеж для верховой езды, и потом снова возвращали в денег. Я надеюсь, что для моих читателей это действительно прям такой, можно сказать, жуткий случай, хотя я знаю, что, к сожалению, многие лошади так и живут всю свою жизнь, и что мы можем с вами сделать, только повышать собственную грамотность для того, чтобы в будущем такого содержания лошадей не допускать. Ну, давайте вернемся к этой лошади. И после того, как ее практически впервые выпустили на такое более-менее открытое пространство, это была активная конюшня, сначала она практически не отходила от сена, а потом она стала демонстрировать такое необычное поведение, то есть она начала ходить по кругу, опять же, не отходя далеко от сена, ходить по кругу. И о ужасу наблюдавших, когда форма ее хождения, то есть она ходила по небольшому кругу, который примерно напоминал размеры деньника, в котором она раньше задержалась. Ну, вот это как бы история не та, которую я видела, но вот та, которую я слышала, поэтому передаю ее вот так, как услышала. И да, все закончилось хорошо, через какое-то время она начала увеличивать, я имею в виду, это кобыла, это лошадь, через какое-то время она начала увеличивать круг и постепенно начала включаться в социальную жизнь, взаимодействовать с другими лошадьми. Но, тем не менее, начало, вот первые до месяца поведения, которые она показывала, было действительно таким, ну, жутковатым достаточно. И здесь речь идет о так называемом стереотипном поведении лошадей, то есть поведении, которое у нас еще в обиходе, в простонародье, называется плохими привычками. Что туда относится? Туда относится медвежья качка, туда относится прикуска, и туда относится вот такое вот хождение, допустим, по деньнику, такое, как вот включилось, оно и пошло. Иногда лошади ходят по небольшим левадам, так, очень часто такое поведение жеребцы демонстрируют, особенно те, которых не выпускают практически погулять в леваду, у которых нет социальных контактов. И это, ну, наша с вами, можно сказать, конная реальность. Жеребцы у нас, к сожалению, так доживут во многих местах. Вот. И это как раз такое поведение вызвано, вызывается очень сильным стрессом. Стрессом, который связан с неправильным содержанием лошадей, то есть с тем содержанием, которое нарушает пять основных свобод лошади, там, свобод от голода и жажды, от дискомфорта. И одно из них, на мой взгляд, одно из самых... Нет, они все очень важные, они все базовые, они все очень важные по-любому, но то, которое сейчас я хотела бы рассмотреть в рамках вот этого своего включения, это предоставление условий, характерных для поведения этого вида, то есть тех условий, которым лошадь была предусмотрена, выработана, создана 60 миллионами лет эволюции. И как раз это поведение и включает в том числе и двигательную активность. На самом деле, вот это стереотипное или стереотипическое поведение связано с гормоном дофамином. И здесь, если вам интересна эта тема, у меня уже было включение в рамках первой Эквилайф.ру конной конференции, и оно доступно в инстаграм журнала Эквилайф.ру в разделе IGTV, там у меня есть мое включение относительно социального поведения лошади, где я также упоминаю и вспоминаю этот замечательный гормон дофамин, который в том числе ответственный за обучение лошади, через научение ее новому, и он вырабатывается в две фазы. И вот как раз первая фаза, которая связана с так называемым аппетентным поведением, то есть, по сути, это поведение, которое вызвано естественной энергией лошади, у нас с вами оно тоже есть, и это поведение, если говорить на русский язык, любопытства, любознательности, и в том числе поведение обучения. И как раз вторая фаза этого поведения, это консуматорное поведение, которое, по сути, завершает вот эту фазу научения. Ну, то есть, если говорить совсем по-русски, да, чему-то мы учим лошадь, какое-то действие просим, она ее выполнила хорошо, мы ее похвалили, там дали вкусняшку, или там кликером похвалили, или еще как-то, и она, у меня сейчас просто собака лает, зовет меня гулять, вот, и она, то есть, получилась вот эта вот фаза замыкания, да, когда стимул, реакция, подкрепление. Но я сейчас не об этом. Я хочу подчеркнуть вот все это поведение в рамках содержания лошадей и конюшного содержания лошадей, и содержания лошадей вне социума и всех остальных сложностей, связанных с содержанием лошадей, потому что, взглядая вперед, и не знаю, слышали вы или нет, как раз об этом у меня сейчас вышел курс содержания лошадей конюшной мечты, где я обо всем этом говорю. Давайте вернемся к этому поведению, то лошади, которое я описала в самом начале, и ее стереотипному поведению, которое было вызвано естественным побуждением лошади двигаться, потому что в природе лошади двигаются очень много, потому что они ищут себе пищу, они осуществляют социальные контакты, они иногда защищаются от врагов, чего, конечно же, у нас в конюшнях нет, и это хорошо. Вот, и получается, что лошадь очень хотела двигаться, у нее такой возможности не было, и получилось, что она замкнулась на вот этот вот стресс, и нашла такой выход, релиз у себя в виде такого хождения под денеку, которое вырабатывает вот этот гормон дофамин, такой немножечко халявный, потому что халявный в плане того, что нету процесса научения, но есть процесс закрепления вот этого вот плохого поведения. Точно так же, как медвежья качка тоже вырабатывает вот этот вот гормон, он как успокаивает лошадь, но это не хорошее, скажем так, поведение, то есть дурная привычка, и это поведение не от хорошей жизни, это поведение как защита от стресса, потому что у людей тоже бывают определенные привычки, которые, есть не что иное, как защита от стресса, защита от чрезвычайно плохих условий жизни. И что интересно, такое стереотипное поведение, более всего, даже не интересно, что грустно, более всего к нему расположены лошади с высокой мотивацией. Я думаю, что все мы конники, кто общался с разными лошадьми, знают, что какая-то лошадь, вот она прям стремится к человеку, она прям хочет учиться, она тебе продемонстрирует все лучшее сразу, она будет воспринимать там каждое твое слово или команду, и вот прямо она вся горит обучением, да? А есть лошади такие более спокойные, они как бы такие немножко в себе, такие лошади-лошади, им как бы лучше корм, там общество других лошадей, как бы, ну, есть человек хорошо, нет, еще лучше. То есть лошади, как и люди, бывают разные. Мы людей же тоже делим там на экстравертов, интровертов, хотя психологи говорят, что это деление такое весьма условное. И лошади тоже бывают с разной, скажем так, мотивацией, да? И вот самое обидное, что риск получить вот эту вот травму стереотипного поведения, любую, будь то прикуска или медвежья качка, или вот такое хождение по деньнику, как раз риск этот выше у лошадей с высокой мотивацией, то есть тех лошадей, которые бы хорошо учились, которые любознательны и которым интересно открывать окружающее пространство. Простите. И вторая обидная, очень обидная вещь, что однажды выработавшись, это поведение уже очень сложно искоренить. То есть практически бывает невозможно. Можно его немножечко погасить. И как это сделать? Это, конечно же, обеспечить лошадь естественными условиями содержания, максимально естественными. То есть это прогулки в компании сородичей, социальные контакты. Это возможность есть понемногу и часто, постоянно, постоянный доступ к сену, допустим, через слоуфидеры. Но основную роль играют социальные контакты. И поэтому я еще раз прошу вас посмотреть мое видео в IGTV в инстаграме Equilife.ru. И там я немножко говорю подробнее о том, насколько сложна социальная жизнь у лошади. То есть насколько для нее важно иметь других лошадей рядом, иметь возможность с ними взаимодействовать, иметь возможность выстраивать с ними действительно сложные социальные отношения. А если возвращаться к стереотипии, и как раз я задумалась о написании статьи на эту тему в том числе, то, к сожалению, один раз выработавшись это плохое поведение, практически не подлежит удалению, скоренению. И поэтому особенно важно дать лошадям возможность грамотного содержания. Поэтому очень важно обратить внимание на такие системы содержания лошадей, как групповое. Система, буквально новый для меня термин, я его недавно услышала, он мне очень понравился. Система открытых конюшен, потому что, допустим, активных конюшен в немецком понимании, автоматизированных конюшен в России нет. Но есть системы разные, группового содержания. Очень приятно, что люди к ним приходят. И хочется мне, я надеюсь, что еще будут включения, я надеюсь, будет от вас обратная связь, вопросы, и там, директ или еще как-то, и тогда мы с вами будем часто общаться. Бывает, как сказать, с одной стороны, я очень радуюсь, что это движение пошло, и его все больше и больше, больше людей отказываются, скажем так, от боксов, отказываются от конюшен и предоставляют лошадям возможность оставаться вместе, оставаться табуном, выбирать самим, когда заходить в конюшню, когда из нее выходить. И тут есть разные варианты шелтеров, разные системы содержания. Как раз то, о чем я говорю в том числе у себя на курсе, потому что я начинаю с деньника, так как это самая типичная распространенная система, и действительно сегодня подавляющее большинство конюшен, куда мы придем, если мы не будем специально выбирать конюшню, это будет конюшня денникового содержания. То есть эта система уже достаточно прочно укоренилась, укрепилась, и не только в нашей стране, и в Европе, да в любой стране мира. Поэтому начинаю я с деньников, потому что даже содержа лошадей в деньниках можно сделать так, чтобы минусы содержания деньникового нивелировать. Я рассказываю, как, что можно сделать для того, чтобы сделать жизнь лошади более благополучной, более интересной, более разнообразной. И потихоньку перехожу к групповому содержанию и обязательно рассказываю целых два занятия, посвящено активной конюшне, как сделать активную конюшню из любой, причем в активной, там я совмещаю и систему Джейми Джекса на рай в Ливаде, то есть тропы, и систему активной конюшни. И самое главное, я говорю о страхах людей, да, и стереотипах о том, лошадь же может травмироваться там, да, или лошадь же может при групповом содержании без конюшни замерзнуть, или о том, какая сложность бывает, кормить лошадей, да, при групповом содержании. Допустим, если у нас лошади едят все разные порции, разные варианты концентратов, как кормить лошадей, об этом я тоже говорю на своем курсе. Поэтому, и на самом деле тут информация есть, и не только, не то чтобы я вас призываю всех бежать там ко мне, именно на мой курс, но информация есть, она доступна. Я просто призываю вас искать информацию, призываю интересоваться, призываю распространять такую, такого рода информацию, да, через сторис там, или у себя в страницах, или на страницах, в зависимости от того, где вы эту информацию получаете, потому что мне действительно очень приятно, отрадно и радостно видеть, что такой информации становится больше, приверженцев такого содержания становится больше, и больше людей задумываются о том, как живет их лошадь в конюшне, и что мы можем изменить, как коневладельцы, как хозяева конюшен, как люди, которые, может быть, в будущем хотят иметь свою конюшню, а плох тот конник, который не хочет иметь в будущем свою конюшню, это как плох тот солдат, который не мечтает в будущем стать генералом, вот, обо всем об этом, в том числе я говорю на своем курсе, обо всем об этом, я надеюсь, мы еще будем говорить и на страницах Equilife.ru, и на таких включениях, сегодня оно было совершенно спонтанным, простите меня, что я вас нигде не предупредила, для меня оно тоже было совершенно спонтанным, спасибо большое, что вы были со мной, информацию о курсе, если это интересно, можно найти в шапке профиля Инстаграма, Equilife.ru, или на странице Equilife.ru в разделе обучения, там вы еще можете прочитать душесчипательную историю, как я пришла в том числе к этому курсу, к созданию этого курса, конечно же, в том числе помогла пандемия, помогла в кавычках, да, потому что мы не можем ездить, и мой второй любимый проект поездки с Equilife.ru сейчас находится просто в замороженном состоянии, это проект, где мы ездим, посещаем разные интересные конные места, и ездим в гости к знаменитым конникам, тренерам и так далее, вот, и поэтому я смогла все свои силы бросить как раз на создание курса, поэтому всем, кому интересен курс, я вас очень жду в шапке профиля или в разделе обучения журнала Equilife.ru, на странице Equilife.ru, очень рада буду вашим вопросом, записям в директ, то, что все это увидела, обратный отклик, то, что у меня есть единомышленники, мне всегда очень радостно это видеть, потому что с 2012 года журнал Equilife.ru работает для вас, для тех людей, которым не безразлична лошадь, которые любят лошадей. КОНЕЦ КОНЕЦ